Здравствуйте дорогие друзья! 5 января и мы с вами продолжаем изучать тему Иисус в послании к евреям. И сегодняшняя тема называется Иисус наш первосвященник. Мы с вами рассматривали Христа как нашего царя, как нашего заступника и нашего представителя перед Богом, нашего посредника. И сегодня мы рассматриваем Иисуса как нашего первосвященника, то есть нашего представителя перед Богом, но уже в духовных вопросах. Что означает первосвященник, что означает, что Иисус наш первосвященник и в чем заключается его служение, давайте мы об этом порассуждаем. Действительно в послании к евреям с 5 по 7 главы очень концентрировано говорится о том, что Иисус является первосвященником. И трижды цитируется один псалом, это псалом 109 стих 4, священник вовек по чину Мелхиседека. Так назван Иисус, это мессианское пророчество, и автор послания к евреям применяет его к Иисусу Христу. Что это означает? Первосвященник по чину Мелхиседека, на эту тему мы будем отдельно говорить целую неделю, у нас будет отдельная тема, недельный урок. Но сегодня мы только коснемся этой темы. Что означает быть священником? В чем роль священника? Во-первых, священники приносили жертвы. Приносили жертвы и помогали приносить жертвы народу. Они знали, как это делается, когда это делается, какие жертвы нужно приносить. Священники брали кровь жертвы и вносили в святилище, во святое, и раз в году первый священник вносил также и во святое святых. Кровь кропилась также на жертвенник, который находился во дворе. Иногда кровь не вносилась, но в таком случае священники съедали часть мяса этого животного. И как бы самими собою потом, входя в скинию, вносили символически эти грехи туда. В скинию. И однажды в году совершалось очищение этих грехов в этой скинии. Это одна из функций священников. То есть принесение жертв и как обращаться с кровью этих жертв, этим занимались священники. Что еще? Священники, кроме того, должны были учить народ. Они были учителями народа. И вот в книге пророка Малахии говорится, 2 глава, 7 стих. Ибо уста священника должны хранить ведение. И закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Савофа. Это вторая функция. Третья функция священников это благословлять народ. От имени Господа они произносили благословение. Числа 6 глава, 22 стиха. И по 26 находятся знаменитые слова, которые у нас зачитываются на вечерю, иногда на других богослужениях. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Этими словами первосвященники должны были благословлять народ от имени Господа. Это еще одна функция. И наконец в послании к евреям говорится также о том, что священник должен приносить дары и жертвы за грехи. Он должен снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не становится священником, но тот, кого назначает Бог. Такая мысль есть в послании к евреям в начале 5 главы. Что здесь еще интересно, что все эти функции, конечно же, Иисус воплотил в самом себе. Он совершил жертву. Он вошел с этой жертвой в самое небо. Со своей собственной кровью он вошел туда, в самое небо, и приобрел для нас вечное искупление. Он благословляет нас. Он хранит ведение и учит нас этому ведению и знанию духовному. И он снисходит нам, нашим немощам. Все это соответствует Иисусу Христу. Но на что еще стоит обратить внимание? В 1 Петра 2.9 написано, что верующие в Иисуса тоже являются царственным священством. Посмотрите. То есть мы также являемся людьми, которые избраны, чтобы нести миру свет, познание о Боге, возвещать совершенство нашего Господа. И интересно, что это выражение царственное священство. Оно корнями уходит в книгу Исход 19 главу, где Господь говорит, что вы будете у меня царством священников. Все народы мои, а вы будете у меня царством священников и народом святым. То есть Израиль должен был выполнять роль посредника между Богом и всеми народами на земле. И в роли священников они должны были представлять Бога, то есть возвещать о его совершенствах, нести людям свет, познание о Боге. И с другой стороны, совершать молитвы ходатайства за людей, за все народы перед Богом. И таким образом познание о Боге должно было распространяться на земле. К сожалению, Израиль с этой функцией, с этой задачей не справился. И Господь тогда ставит церковь и называет ее царственным священством, народом святым. И когда мы читаем книгу Откровения, то мы видим уже искупленных от земли, которые восклицают, что ты, Господи, сделал нас царями и священниками Богу нашему. И поклоняются Иисусу Христу, Агнцу, который совершил это великое дело. Таким образом, каждый из нас призван быть царем и священником. И Иисус есть царь, и Иисус есть первосвященник. Но и каждый из нас призван воссесть со Христом на его царственном троне, в духовном смысле. То есть быть соправителями с Иисусом Христом, осуществлять его волю на земле и всех приглашать в его царство на земле, в небесное его царство. И кроме того, каждый из нас призван быть священником, а он есть наш первосвященник. Это очень важная истина, что мы вместе со Христом продолжаем его миссию на земле, возвещение Евангелия Царства Божьего. И пусть Господь поможет нам осознавать эту нашу роль. Роль это наше положение, ответственное, очень и почетное положение детей Божьих, которые возвещают миру совершенство Христа и всех призывают примиритесь с Богом. Пусть Господь поможет нам жить, глядя и взирая на нашего первосвященника, который совершил великое дело спасения, и который и сегодня продолжает спасать людей и приводить души к подножию небесного престола, престола благодати. Пусть Господь поможет нам участвовать с ним вместе в этой великой миссии. Отец наш небесный, благодарим Тебя за то, что Ты поставил Иисуса Христа первосвященником, посредником. Иисус действительно принял человеческую природу для того, чтобы понимать наши немощи, наши слабости, понимать нашу нужду, Господи, и мы благодарны Тебе за то, что мы имеем такого первосвященника, который способен сострадать нам в наших слабостях, немощах. Господи, просим Тебя благословить, чтобы сегодня мы могли жить со Христом, чтобы мы сами приходили через посредства Христа и обретали у Тебя милость, и чтобы мы также были проводниками Твоей милости для людей, с которыми общаемся. Пусть в этом прославится Твое имя, и души спасаются. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну а на этом мы с вами прощаемся, дорогие друзья. До завтра. Пусть Господь благословит Ваш сегодняшний день. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok